Привет, с вами Монтоки Реннер, и сегодня мы будем снимать эволюцию самых уникальных аниматроников. Да, это первая эволюция на моём канале, так что поддержите её лайком. Да. Вот в первой части нас встречают классические аниматроники. Ну, они обычные-то, но у Фредди есть возможность не отображаться на свету, а у Фокси бегать. Но главным является, но, и главным является, есть ещё эндоскелет и Голден Фредди. И я выбираю всё-таки Голден Фредди, потому что он игнорирует двери, да и он является секретным в первой части, что даёт ему уникальности. Мы даём победу Голден Фредди и передвигаемся ко второй части. Во ФНАФе 2 аниматроники появились сломанные и игрушечные, но также появились и другие персонажи, такие как Мангл. Но Мангл-то ничем не уникальны. В отличие, например, от Марионетка, что если её выпустить, то её никто не остановит. Но Марионетка может вызвать другого персонажа, а именно, например, как Эндо-02. А парень появляется, если выпустить Марионетку. Он будет лезть по вентиляции и может крашнуть игру. А тень Бонни и тень Фредди я не буду ставить на лидерство, потому что они тени, а не аниматроники. У нас подходит ФНАФ 3, в котором аниматроники фантомы. Да, то есть ничего, ну, да. И вряд ли в них есть что-то уникальное. Принктрап. Потому что в нём засел автор. Но, хоть он очень дикален, я хочу обратить внимание на одного фантома, а именно фантом-кекс. И если собрать 3 кекса на карте, то тогда запустится секретная мини-игра с Чикой, которая может привести к хорошей концовке. Так что, лидерство мы даём фантому-кексу, этого малышу, и передвигаемся дальше до 4-го фнофа. Хо-хо-хо. Во Фанафе 4 всё будет очень трудно. Потому что тут аниматроники почти такие, почти одинаковые. Потому что у них нет особых таких вот различий. Ну, не знаю. Я могу заметить Фредла, а больше никого. Ну, хотя, ладно, шучу. Кошмарного Фредбира или Фредбира. Потому что он может появляться, блин, везде. Это можно. Она может появиться и на кровати. Она может появиться и в шкафу. И она всю пятую ночь одна. И в этой, и в четвёртой части я дам ему победу. Также у нас есть хорошая серия во Фнафе 4, в котором у нас я выделю кошмариона. Но она была такими же свойствами, что и кошмар. В общем, всё это, всё вот так. Ну, с Фнафом 4 было очень скучно разбираться. Поэтому я предлагаю идти ко ФНАФу 5. Где всё уже поинтереснее. ФНАФ Систер Локишин. Идёт у нас дальше. Над которым я думал очень долго. Потому что точно не мог. Точно не мог думать кого. Точно не мог догадаться, кого выбрать. Я думал над Бэйби. Потому что она самая главная во Фнафе 5. И даже не имеет скримера. Да и очень высокая. Над Эндо 05. Потому что это эндоскелет. Но он имеет скример. Так же я, конечно же, думал о Бонбоне. Потому что он стал наручный помощник Фантайм Фрейди. Его перчатка, как бы так сказать. Но пришёл к выводу, что победителем будет Эннарду. Потому что он первый аниматроник, у которого был ИИ. Искусственный интеллект. Но я не хочу ему дать эту победу, потому что я его ненавижу. Но чё делать? Я справедливый. Он побеждает. Во Фнафе Фредди Фазберг Пиццерия Симулятор. ФНАФ 6. Есть всего лишь... Есть мало аниматроников, которые могут убить. То есть Лефти, Скаптрап, Молтен Фредди и Скраббэйби. И кто же не самый уникальный? Скаптрапа я хочу исключить, потому что в нём ничего уникального нет. Тем более он урод! Надо... Скраббэйби. Ну тоже ничего особенного примечательного не было. Ну, а теперь битва Молтен Фредди против Лефти. Молтен Фредди состоит из частей Фантайм Фредди и Эннарда. Да и вообще других фантайм аниматроников. А Лефти... Он... В нём сидит марионетка. Э-э-э-э! Кто из них? Кто из них? Напишите в комментариях своё мнение. Я не могу высказаться. Но я хочу сказать, что мне это всё-таки Лефти. Для меня Лефти. Ну, а... Ну, а вы напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. На Ultimate Custom Night тут собраны все аниматроники, которые были в прошлых частях. Так что ничего нового тут не наблюдается. И надо просто выбирать из тех аниматроников. Я даже не знаю, кого выбрать. Ну, а... Ну, а... Напишите в комментариях, я бы выбрал... Я уже не знаю. Ну, а... Кошмарион. Потому что... Ну, он был главным в четвёртой части. Ну, не главным, но победителем в четвёртой части. И... И... Э... Э... Потому что наш победитель... Конечно же... Конечно же... Гличтрап. Хе-хе-хе-хе. Ладно, вот он я. Ха-ха-ха. О-о-о-о. Начала. Э-е-е... Э-е-е-е... Да. Ну... Он, конечно, урод! Ну... А-а-а... Ну, конечно, он является цифровой версией... У... 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 Ну, и на... И... Напоследок у нас... Самое интересное, ФНАФ Секьюрити Бридж, да, это очень интересно, но на самом деле вполне легко, вполне легко определиться, кто здесь победитель. И это, конечно, и вы, знаете, кто это? It's me. Это я. Ну, конечно, ужас. Это самый уродливый аниматроник, которого я видел. Где даже на него смотреть противно. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поставьте лайк, напишите, какую эволюцию еще сделать. Ну, а с вами был Монтокер НР. Всем пока! Ой, да, кстати, и еще напишите в комментариях свой топ аниматроников первого по девятому части. Пока! , пока! Пока! Продолжение следует...